привет всем в продолжении своего недавнего совместного с сыном каста по просьбам и я знаю что такие вопросы возникали я опишу саму процедуру переезда как я это решил оформить что я придумал сразу дисклеймер стандартов по этой процедуре нет так что это было во многом мое изобретение и ставка если вы будете предпринимать какие-то шаги то обязательно консультируйтесь с вашими местными специалистами поскольку как неоднократно уже на канале говорилось реальная практика в наших органах может различаться даже просто от места проживания в разных районах или в разных городах лично я применял свою технику в городе москве я прочитал все примеры какие только смог найти в рунете у тех кто делал что-то подобное я был на консультации у разных юристов у нескольких юристов и у знакомых и его наемного учел опыт нескольких отцов с которыми доводилось пообщаться кто тоже занимался как бы бумажными вопросами вокруг детей в том числе и более сложными судебными вопросами и плюс конечно учел все свои собственные знания о том как работает госмашина из того что я и так знаю например из собственного опыта оформления алиментов так что к сожалению гарантий здесь нет и быть не может консультируйтесь у своих местных специалистов и очень желательно у тех отцов кто живет рядом с вами кто делал что-то подобное проходил через эти бумажные приключения общая идея состояла в том что я собирался все делать открыто и абсолютно все документировать причем документировать не просто что у вас какая-то бумажка на руках а что у вас есть официальный документ от какого-то уполномоченного органа который вы сможете использовать в качестве аргументов при споре в суде или при общении с правоохранительными органами в то же время я был готов и к тяжелому развитию ситуации то есть я был готов что в этот день я все намеревался это сделать за один день чтобы не было статических юридических тонкостей что сначала сделано это потом это то есть все бумаги оформлены одной датой а время на них не указывается при худшем развитии ситуации я должен был оказаться в обезьяннике в ближайшем отделении милиции ну и что-то в этом духе то есть такой вариант событий тоже нельзя сбрасывать со счетов его нужно учитывать потому что бывают у людей как вы знаете да всякие знакомые неформальные связи и если вам не повезло если там маленький населенный пункт то сделать с вами могут все так что здесь хорошо пошла самурайская логика делай то что должно и будь что будет но делать до конца здесь нельзя останавливаться на полпути и так что у нас в дано мы хотели оформить переезд сына которому уже исполнилось 14 лет и у него был паспорт на руках от матери где он официально прописан и проживал к отцу где он не проживал и не прописан все это добровольно без всяких похищений и в результате очень тяжелого но хорошо обдуманного совместного решения принципиальный момент это готовность ребенка идти до конца в этом вопросе потому что де-факто у него больше власти в этой области так у нас устроена жизнь и от его решимости будет зависеть удастся довести это дело до конца или нет на что он готов и чем он готов пожертвовать в том числе особенно при плохом развитии обстоятельств что еще важно квартиры между которыми был задуман переезд находится в одном районе примерно в 10 минутах езды одна от другой смена школы не подразумевалась и в планы не входило если бы входило наверное здесь должна была бы быть еще часть которая была посвящена общению со школой у меня этой части нет так что ее вам придется находить самостоятельно думаю что если правильно оформить основную часть которую я здесь буду описывать шансы все цивилизованно уладить со школой тоже должны быть довольно велики но тут возможно придется и с органами опеки тоже пообщаться и важный момент дело происходило в летние каникулы то есть никакого нарушения процесса обучения не подразумевалось делать все то же самое в середине учебного года было бы намного сложнее и так пункт номер один в первую очередь мы поехали в наши местные мои документы с паспортами и с документами на собственность на мою квартиру поскольку я единственный собственник мне с этим проще если бы еще были собственники возможно понадобилось бы их согласие но тут нужно выяснять какая сейчас актуальная ситуация может быть и нет по закону ребенок может быть беспрепятственно зарегистрирован либо по месту жительства отца и по месту жительства матери но важный момент что с 14 лет для этого не нужно согласие второго родителя нужно только согласие того к кому ребенок регистрируется соответственно в моих документах я предъявил свои документы на собственность на квартиру написал заявление о регистрации постоянной регистрации предъявил свидетельство о рождении ребенка потому что там указано кто родитель я должен был доказать родственную связь это доказывается свидетельством о рождении и ребенок тоже заполняет свою часть потому что после 14 лет там не требуется согласие второго родителя он пишет заявление от себя со своим паспортными данными как только заявление о регистрации у вас принимают у ребенка изымут паспорт потому что регистрация занимать какое-то время Соответственно, если вам нужно делать какие-то действия с паспортом, то их нужно сделать до регистрации. Это первое. Второе. Справку о регистрации в этот момент вам дать не могут, потому что он еще не зарегистрирован. Но можно взять справку о том, что будет зарегистрирован. Я такую справку, естественно, немедленно тут же и взял. Вторым пунктом мы поехали в нотариальную контору, где я оформил заявление в свободной форме. Это можно делать у нотариуса. Мне нужно было зафиксировать факт того, что сегодня случилось. Как можно большим числом способов. А во-вторых, зафиксировать факт, что я сообщил об этом матери, что это не было втайне. Опять же, подтвержденным способом. Так что у нотариуса я написал такой вот текст. Ну, с их помощью в том числе. Заявление. Настоящим уведомляю, что сегодня такого-то числа мой сын, Фио, такого-то рождения, сменил место жительства, теперь зарегистрирован и фактически проживает по моему адресу места жительства адрес такой-то. Предлагаю справку с места жительства сына. Соответственно, в качестве справки я предложил ту самую справку, которую мне только что выдали в моих документах. О том, что он будет зарегистрирован по адресу. Просто из того факта, что заявление о регистрации подано, прямо следует, что если мать не участвовала, это значит, что заявление должен был подписать сам ребенок. Это юридический факт. Обратите внимание, здесь же нотариус дописал. И это на всех заявлениях такого рода дописывается. Мне известно, что в соответствии со статьей 80 основ законодательства Российской Федерации о нотариате, свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. Это важно. То есть нотариус не проверяет, что ребенок на самом деле переехал, или что он там подавал документы на регистрацию. Этого он не удостоверяет. Он удостоверяет только факт, что я написал этот текст сегодня, дату и личность, и все. Плюс к этому, подлинник этого заявления я оставил себе, а с него тут же у нотариуса, у того же нотариуса, оформил заверенную нотариальную копию этого заявления. Она стоит дешевле, чем новый документ, потому что она делается не на гербовой бумаге, а на обычной. Это просто ксерокопия, у которой на обратной стороне штамп, подтверждающий, что да, копии сделаны с этого документа. Потому что подлинник документа я хотел оставить себе на случай судебных разборок, а копию доставить матери подтвержденным способом. Это важно. Третьим пунктом мы поехали в наш местный ОСЗН, отдел социальной защиты населения. Потому что так называемые органы опеки и попечительства, это они и есть. И детская часть находится у них, это их подразделение. По крайней мере, так у нас в районе. Сам бы я не догадался к ним приходить и что-то там им сообщать официально, это мне посоветовали сделать. Как это сделать нужно было, я не знал тоже, потому что никакой информации про это нет. Так что мы просто пришли с документами, на руках осталось, соответственно, следствие о рождении, это у ребенка и у меня паспорт. Вошли на прием к специалисту, которого нам там назвали, вам туда и просто изложили, как есть дело. Что вот так и так, мы меняем место жительства. Не уверены, что мама будет с этим согласна. Скорее нет, чем да. Поэтому хотим, чтобы все было чисто, законно. И скажите, как нам это оформить. Там сидело две женщины-специалиста. Очень мило, спокойно с нами пообщались. Была такая небольшая, раздельная, по-моему, беседа. То есть такое, ну, очень легкое психологическое зондирование. Они, видимо, попытались выяснить, то есть человек, ребенок, не пришел ли он туда под дулом пистолета, может, ему угрожают. То есть насколько решение исходит от него, а не от кого-то. Это не было, конечно, каким-то там глубоким интервью на час. Нет, это заняло там, ну, может, минут пять. Он изложил свою точку зрения, что это решение обдуманное, там есть причины, почему он хочет. Кстати говоря, причину они пытались зондировать, типа, что не было ли там какого-нибудь непотребщины там в его прошлом месте проживания. Вот он сказал, не-не-не-не-не, дело не в этом, тут все сложнее. Но они говорят, хорошо, давайте это оформим. И нас попросили написать два рукописных заявления. К большому сожалению, я не получил их копию, они отказались давать копию лишнюю. Заверять ее нотариально я просто не стал, счел, что это не настолько уж важно. Где-то у меня была фотография, попробую поискать. Но если даже не найду, это писал не я от себя, а это то, что нам надиктовали. И в целом это соответствовало тому, что я и так сообщал в нотариальном заявлении. Только это было два разных заявления. Одно заявление написал я, что так и так, ребенок принял решение сменить место жительства, я с этим согласен и поддерживаю. И были уже произведены такие-то действия по оформлению, что мы подали регистрацию и так далее, что школа меняться не будет. Ну и какие-то еще такие общие фразы. Соответственно, ребенок написал такое же заявление от себя уже, от своего имени. То есть я сменил место жительства, я принял решение, там школа не будет сменена и так далее. Теперь я проживаю по адресу такому-то. Оригиналы этих заявлений остались в ОСЗН. Нам выдали по копии того и того. Это копии не нотариальные, а оформленные имиджа. То есть они же там отксерокопировали его, поставили свой штамп, и должностное лицо подписало. Как бы заверенные копии, но не нотариально заверенные. И эти две копии тоже остались у нас на руках. Четвертый пункт, наверное, был самым сложным психологически, потому что дальше я позвонил бывшей супруге, сказал, что есть очень важная тема, и что нам нужно немедленно встретиться втроем с ребенком. Мы встретились, приехали по тому самому адресу, откуда ребенок только что выписался. А дальше я практически все время молчал, ребенок изложил от себя события этого дня. Что он сделал, что он сделал это обдуманно, что он не хочет враждовать, но он настаивает на этом решении и готов его отстаивать в случае необходимости. Я, конечно, сокращаю и упрощаю. Все это было гораздо более эмоционально и тяжело. В общем, были эмоции, но без неприличной ругани, довольно-таки цивилизованно. Я со своей стороны только признал, что да, план этот разработан и выполнен мной, что он тоже обдуманный, не случайный, заверил, что он не ставит целью нанести какой-то персональный вред или ущерб бывшей супруге и что решение это принял только потому, что решил, что так будет лучше для ребенка. Я в это действительно верю. Я писал бумажную часть, чтобы человек понял, что у нас все оформлено и все задокументировано. То есть, что есть регистрация по месту жительства, что есть нотариальные заявления, уведомления о том, что ребенок сменил месту жительства. Естественно, я не отдал ни подлинник, ни копию в этот день. Я только сказал, что они у меня есть. Копию я позже отправил заказным письмом. Почему позже, а не в этот день? Потому что в этот день еще не было справки о месте жительства новом. Эту справку смогли выдать только 10 дней спустя вместе с паспортом ребенка. В принципе, можно было отправить это разными письмами. То есть, я мог бы, например, первое уведомление с нотариальным заявлением отправить в тот же день. Но я решил туда в текст уже добавить, что прилагаю справку с места жительства. А этой справки на этот момент еще не было. Соответственно, я дождался, когда эту справку выдали и потом уже послал письмо. Еще раз, я не отдавал эти документы и даже не показывал их. Я только сказал, что они есть. Имеется в виду заявление в ОСЗН и заявление нотариальное. И справка о том, что паспорт находится на регистрации о перемене места жительства. Ну, в общем, мы какое-то время поговорили достаточно эмоционально. Мама была, конечно, в шоке. Это если мягко выразиться. Тоже, в свою очередь, попыталась прозондировать, насколько ребенок вообще понимает, насколько он обдумал то, что он сейчас делает. И к чести сына он отстоял свою позицию. Объяснил, что при всем том, что он там любит, уважает и так далее. Но принял это решение и менять его не намерен. Риски понимает, берет их на себя и претензий предъявлять не будет. Примерно так. И следующая ночь, соответственно, была первая, когда он провел ее у меня, уже будучи зарегистрирован по моему адресу официально. Это и стало датой фактической смены места жительства. Что было потом? Десять дней спустя мы приехали в этот самый центр моей документы, получили паспорт с регистрацией на руки. И тут же немедленно я взял две или три, по-моему, справки о месте жительства. Это уже немножко другая справочка. Справка о регистрации по адресу. Выдано тому-то, такого-то года рождения, в том, что он зарегистрирован по месту жительства. Все. И когда зарегистрирован. От момента подачи заявления до регистрации прошло семь дней. Дальше я немедленно пошел на почту и оформил так называемое ценное письмо с описью, с доставкой, с уведомлением о вручении. Почтовые документы тоже очень серьезные с точки зрения юридической. Они фиксируют всякие факты и их документы являются важными документами. Так что опись нужно оформить тщательно. Здесь написано, что именно было отправлено. Что там? Нотариально заверенная копия. Номер такой-то заявления. Это первое, моего заявления. О месте жительства сына по адресу такому-то. От такого числа. Второе. Справку ФМС России по городу Москве. О регистрации. Его ФИО по адресу, по моему адресу. От такого числа. Эта бумага, опись, когда она оформлена на почте и имеет штамп почтовый, удостоверяет тот факт, что вы действительно что-то отправляли в этот день и что именно. То есть, по описи проверяет почта. Соответственно, это входит в их обязанности удостовериться, что здесь именно то перечислено, что было отправлено. И чек за операцию. Это тоже документ важный, так что он здесь тоже пришпилен. Отправлять лучше с уведомлением о вручении. В принципе, это не так важно, получил человек или нет по нашим законам. Если вы отправили, вы уже свою часть сделали. Но лучше будет, если у вас останется еще и квиток, что он точно получил. То есть, когда человек получает это письмо на почте заказной, он за него расписывается, и этот квиток, где он расписался, уходит обратно и приходит ко мне. Я его тоже убираю в общую подшивку, что есть бумажка, что письмо не только было отправлено, но что оно и было получено. Хотя, в общем-то, это факультатив. Теперь, когда к сыну паспорт вернулся, мы снова пошли в нотариальную контору, и он написал уже свое заявление в свободной форме. Я, такой-то ФИО, подтверждаю, что с такого числа по собственному желанию проживаю вместе со своим отцом, ФИО такой-то, в квартире по адресу, адрес. Ранее проживал вместе с матерью, ФИО, по адресу такому-то. Опять же, подписано. Мне известно, что в соответствии со статьей 80 основ законодательства Российской Федерации о нотариате и свидетельствуя подлинность подписи, нотариус удостоверяет, что подпись на документе сделана определенным лицом, но не удостоверяет фактов, изложенных в документе. То есть, опять, нотариальный документ такого рода удостоверяет только сам факт заявления, больше ничего. Одновременно я оформил второе заявление свое следующего содержания. Я, ФИО такой-то, в связи с тем, что наш сын, ФИО такой-то, с такого числа фактически проживает со мной в квартире по адресу, адрес такой-то. В соответствии со статьями 99-105 и 113 Семейного кодекса Российской Федерации предлагаю вам заключить со мной соглашение о порядке уплаты алиментов на содержание нашего несовершеннолетнего сына, ФИО такой-то, в нотариально удостоверенной форме. Зачем я это заявление написал и именно в такой форме? Дело в том, что сама по себе смена места жительства ребенка никаким образом автоматически не прекращает действие соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа. Чтобы их там отменить, развернуть и так далее, нужно какие-то действия подпринимать, отдельные действия. Скажем, если бы это был исполнительный лист, мне пришлось бы пойти в суд, подать встречный иск и так далее. Но пока этот исполнительный лист не был бы отменен, я все равно был бы обязан их уплачивать. То есть я должен и алименты платить, и ребенка снабжать. И ладно бы, если бы этот вопрос упирался только в деньги, что это будет денежный убыток. Проблема в том, что формально, если вы не исполняете свой исполнительный лист либо соглашение в уплате алиментов, получается, вы ненадлежащим образом исполняете родительские обязанности. То есть в случае разборок в суде мне предъявили бы сам факт, что вот, пожалуйста, есть неуплата алиментов. Факт есть. То есть зарплата получена, число наступило, соглашение действующее, действующее, уплата алиментов нет. То, что ребенок при этом живет в другом месте, никого не колышет. Юридический факт был бы такой. Наш суд это во многом такая машина. Соответственно, я в заявлении сделал три акцента. Во-первых, на том, что с такого числа ребенок фактически уже проживает лишний раз. То есть второй раз об этом заявляю. Во-вторых, официально сообщаю, что я прекращаю исполнять обязанности по уплате алиментов, потому что наступили существенные изменения обстоятельств. То есть соглашение заключено на основании того, что ребенок проживает с матерью, но он с ней больше не проживает. Об этом я сообщаю. Раз он не проживает, то как бы неправомерно дальше пользоваться тем же самым соглашением. Во-первых, нужно отменять его, а во-вторых, нужно заключать новое. То есть, что обязанности родителя по этой части со своей стороны я выполняю неукоснительно, абсолютно, добуквенно. Кроме того, я еще и зафиксировал факт, что я предлагаю заключить соглашение. То есть на тот случай, если бы соглашение не было заключено, а все могло быть, у меня был бы зафиксированный факт, что я предлагал такое соглашение заключить. Соответственно, если бы дело пошло дальше до суда, то у меня было бы на что опираться. Что суд не был первым моим выбором. Первым выбором было предложить заключить соглашение. Так что этот факт заявления тоже зафиксирован. Точнее, не сам факт, а мое сообщение об этом. На оба этих наших заявления мы тут же оформили по нотариально удостоверенной копии. Опять же, с тем, чтобы оригинал оставить себе на случай разборок, а копию использовать в качестве уведомления. Так что сразу после нотариальной конторы мы пошли снова на почту и оформили два разных письма. Это важно. Два заказных письма с описью, с объявленной ценностью. Соответственно, ребенок отправил по адресу матери во-первых, свое нотариально заверенное заявление о том, что он сменил место жительства и приложил свою копию заявления в органы опеки. Это было одно письмо. Среди прочего, это письмо удостоверяет и его обратный адрес, потому что, поскольку письмо заказывается с уведомлением о вручении, там указывается обратный адрес. То есть, по какому адресу он ожидал ответа. Еще одна бумажка, где удостоверяется, где он живет, что он считает своим адресом. И я отправил уже свое второе письмо заказное, где была нотариальная заверенная копия вот этого заявления, которое я только что зачитывал, и заверенная копия моего заявления в органы опеки. В общем, к этому моменту я счел, что я достаточно запасы бумажками, чтобы в случае чего можно было отношения с полицией выяснять, которая пришла забирать ребенка к нему домой со школы, если это понадобится, с органами опеки и с судом, если будут какие-то иски по этому поводу. Но ничего этого делать не пришлось, я думаю, в первую очередь потому, что ребенок был настроен довольно решительно. Подготовка к этому шагу была непростая, этому предшествовало минимум месяца три терапии, такой регулярной терапии, то есть, это были сессии по скайпу, но еженедельные. Я участвовал только в одной, по-моему, там какая-то ознакомительная была сессия, такой практикуется, чтобы психолог лучше мог войти в ситуацию, то он знакомится и с родителями. Между прочим, какое-то время спустя, наверное, еще полгода, была у них с тем же психологом и совместная сессия с мамой тоже. Опять же, для вхождения в ситуацию, для лучшего понимания ситуации. В целом, чем конкретно ребенок занимался на этих сессиях, я не знаю. Я имею, конечно, общее представление, но ничего конкретного. Я на это время уходил из дома вообще. Это было тяжелое решение, очень непростое, тяжелое и во время подготовки, когда нужно было немножко вырасти для него, обрести твердость такую внутреннюю. Очень тяжело в сам момент, когда об этом нужно было прямо заявить и сказать, принять на себя ответственность за свою часть, что да, это не случилось со мной, а это я сделал. И без меня это вообще не могло состояться никак. И после, когда началось обратное давление родственников, с той стороны, все это нужно было преодолеть и выставить, не скатываясь при этом в ругань. Гарантий, что все получится и все сработает, так как сработало, не было никаких. Поэтому у нас были и некоторые планы на случай, а что если не получится? И они, в общем-то, включали в себя акты гражданского неповиновения, скажем так, которые бы начались, например, с полного отказа выполнять домашнюю и классную работу, то есть присутствовать в классе, но отказываться писать. Но любой вопрос, почему, говорить, что это протест против того, как со мной поступили и что мне не дали сменить местожительство. Вызвать директору замечательно, письменное заявление написать, что да, это протест против того-то, того-то. И я продолжу так делать, если мой вопрос не решится. Прошу довести это до сведений всех заинтересованных лиц. Если бы этого оказалось мало, то дальше отказаться посещать школу с теми же формулировками, что отказываюсь, пока мне не будет позволено сделать то, что я хочу сделать. Ну, конкретные варианты гражданского неповиновения, скажем так, могли быть разными по ситуации, но в любом случае должна была идти какая-то эскалация, потому что, если бы не было нарастающих угроз, причем обязательно с выполнением всех угроз, то не удалось бы добиться того, что добились. После отказа ходить в школу можно, например, отказаться есть. Тоже вполне себе вариант, уже такой более серьезный. В общем, план был идти до крайности, как завещали в шоу Трумана. Если человек абсолютно и определенно настроен достичь своей цели, то остановить его будет невозможно, если он готов в том числе и своей жизнью рискнуть. Или как в В значит вендетта, быть готовым потерять абсолютно все и поэтому быть совершенно свободным человеком. К сожалению, свободу не приносят на блюдечки, и тому, кто на самом деле этого хочет, приходится приложить к этому серьезные усилия. Свобода дорогая вещь и далеко не только в смысле денег. Ребенок должен понимать, что без его решительного настроя все эти бумажки будут абсолютно бесполезны. Своё решение, если оно принято, в случае необходимости придется повторять и в полиции, и в органах опёки, и возможно в суде, при стечении большого количества людей, официальных лиц, родственников со всех сторон. И нужно быть готовым озвучивать и обосновывать своё решение, в том числе в такой ситуации, когда есть вероятность, что вы сели за стол родственниками, а встали за стола чужими людьми. Это тоже один из вариантов развития событий, которые тоже нужно принять. Тот, кто этого делать не готов, вряд ли добьётся успеха. Увы. В общем, вы услышали основные пункты, и я как мог объяснил логику, по какой логике я обложился бумажками, что я хотел зафиксировать и как в случае чего этим воспользоваться. Возможно, в вашей ситуации очерёдность действий и состав действий может быть другим. Может быть, вы даже сможете лучше это оптимизировать и придумать лучший порядок действия. Ну и в качестве посткриптума пару месяцев спустя, когда уже всем стало понятно, что ребёнок не намерен менять своего решения, мы уже с бывшей супругой встретились в нотариальной конторе, официально отменили действовавшее соглашение о выплате алиментов, которое действовало до того момента, взяли его за образец, только поменяли местами плательщика и получателя и зафиксировали его в таком виде. Вот как-то так. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи!